Да, Лигия Белянская прямо сейчас готова рассказать все подробности, где, во сколько и до какого времени можно будет окунуться в необычную атмосферу. Со стороны Петропавловской крепости только что раздался пушечный выстрел и у певческой капеллы КАП по команде заиграла музыка. Я присутствую на первом в этом году выступлении традиции императорской полки. Во дворе появились музыканты с барабанами, в распахнутом окне одинокий трубач. Несмотря на дождливую погоду, послушать концерт собрались десятки людей. Мы сегодня попали под дождь. Вы в любую погоду, что бы ни происходило, в полдень, воскресенье, в строю? Да, конечно. Погода для нас не проблема. Вы играете около 10 минут. Какой репертуар? Что за музыка? На самом деле это выдуманный ритуал. Сам репертуар придумали мы сами, лично. То есть это смесь, можно сказать, каких-то военных ритуалов, которые мы слышали, видели, сами посмотрели и соединили в один наш современный ритуал. Как долго репетировали отличательный репертуар от прошлого года? Репертуар все время чуть-чуть видоизменяется. Разные люди приходят. И по-новому музыканты санкт-петербургами. То есть каждое воскресенье можно услышать разную, в принципе, музыку? Ну, она слегка варьируется. На самом деле, в костях один и тот же, а слегка варьируется. Но сама музыка, которая играет наш трубач, она всегда одна и та же. Расскажите немножко про вашу форму. Очень красивая. Это современная уже сделанная форма. Мы взяли за основу форму морского экипажа времен Александра Третьего года. Традиция появилась в год 350-летнего юбилея основателя Петербурга Петра Великого. С именем первого российского императора связаны и истории остановления капеллы, и первые музыкальные произведения, посвященные городу на Неве. Придворный хор Государевых Певчих участвовал в молебне в честь победы войск Петра Первого при Ниеншанце еще до закладки города. А в мае 1703 года они участвовали в торжествах по случаю основания новой столицы. Послушать музыку и полюбоваться красивой гвардейской формой теперь можно каждое воскресенье ровно в 12 часов до конца летнего сезона.